Днём они менеджеры и бизнесмены, но с наступлением темноты эти парни берут в руки клюшки и идут играть в хоккей. В стране, где футбол почти религия. Вместо коньков ролики, вместо льда обычный теннисный корт. Таков он локомотив Рио-де-Жанейро. Команда, названная в честь Ярославской хоккейной дружины, погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Сейчас в составе локомотива Рио 24 человека. Есть детская секция и даже команда для девушек. Но главная мечта железнодорожников из Бразилии – побывать в России и увидеть игру настоящего, ярославского локомотива. Об этом по видеосвязи нам рассказал капитан команды Даниэль Баптиста. Это было бы очень классно. Я предложил эту идею своим одноклубникам, и они сказали «О боже, мы хотим туда поехать». Теперь мы все загорелись этой идеей. И я думаю, в следующем сезоне мы обязательно соберемся. Потому что в этом уже поздно, чемпионат подходит к концу, а путь до России не близкий. Это будет большое путешествие для нас. А пока согревать души хоккеистам из Бразилии будет атрибутика с символикой клуба континентальной хоккейной лиги. Ярославские болельщики, узнав историю команды из Рио, решили сделать подарок своим коллегам на другом конце света. Для этого организовали акцию по сбору средств. Ее участниками уже стали несколько десятков человек. У нас есть болельщики из других городов, это абсолютно точно, да, есть из других стран, причем из дальнего зарубежья, есть люди из Крыма даже. Сейчас уже мы подошли к такой сумме, что, значит, скоро можем позволить в качестве сувениров от болельщиков приобрести комплект свитеров с символикой локомотива. В Бразилии хоккейный сезон стартует через месяц. У нас, напротив, чемпионат идет к завершению. Горячая поддержка ярославскому локомотиву в Кубке Гагарина точно обеспечена. Даже с другого континента. Помощите ему, удачи, вперед! Юрий Соболев, Владимир Литоновский, Нина Колтина, Олег Лушников. День в событиях.